Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В семье проблемы с любимым мужем. Я плохая, пытаюсь понять, чем или в чем я плохая, ответ во всем. Признаться, что любит другую, но она его бросила, потому что он не ушел из семьи, сейчас дома ад. Раз всем винит меня, помогите наладить отношения с любимым, люблю его. Понимаю, что предал семью и меня, всю нашу жизнь хочу любить. Хочу жить, любить, верить, как верила всю жизнь. Помогите, пожалуйста. Наташа, я могу сказать, что ваша история про веру, это история про слияние. Это история про то, что ваша жизнь стала очень сильно зависима от человека. И в слиянии люди, в общем-то, чувствуют себя, ну, не сказать, чтобы прямо комфортно, чтобы прямо хорошо. Поэтому, на мой взгляд, вам бы сначала как-то отграничить свою жизнь от жизни вашего мужа. Это было бы неплохо. Дальше, значит, поработать. С чувством вины, потому что чувство вины у вас очень сильно получается. И вам, ну, вот в том числе, в том числе, чувство вины не позволяет, ну, реагировать, скажем так. В этой, ну, в этой ситуации, так, как вам бы хотелось. То есть, именно чувство вины вам здесь несколько вот, ну, сбивает вас. Я бы, я бы, я бы, ну, я бы так сказал. Вот. И, соответственно, чувствуется, что, чувствуется, что есть некоторая проблематика с самооценкой. Вот. То есть, то есть, что получилось сделать у мужа. У мужа получилось обесценить вашу жизнь, что, собственно, вот, причиняет боль. А получилось у него это сделать именно за счет того, чтобы вы сами ее, как бы, обесценили. Вот. Поставив зависимость от своего мужа. В глубине, в глубине находится достаточно сильное непринятие вами самой себя. И обвинение вашего мужа – это следствие того, что вы себя обесцениваете. Поэтому очень важно поработать с принятием, ну, именно вот с принятием себя здесь. Вот. Очень важно это сделать. И вот чувство вины, которое у вас называют муж – это история про отсутствие личных границ между вами и мужем. Вот. С этим тоже нужно поработать. Только, выйдя из слияния, только выстроив границы между вами и ним, только изменив отношение к себе, вы сможете выстраивать здоровые отношения. Ну, и само собой речь здесь идет, конечно, еще о том, что у вас много боли, да, то есть боль от обвинения, боль от измены. Вот. Это тоже необходимо прожить, чтобы это вас не мучило. Ну, и напоследок хочется сказать, что вы говорите, что понимаете, что он предал, да, вашу семью и вас, но в то же время вы хотите наладить с ним отношения. Так а это означает что, что вы его простили? Это означает, что вы приняли его? Или вы хотите наладить отношения с ним, потому что вам это нужно? Но тогда, речь идет не про мужа, а про ваш внутренний конфликт, который за счет мужа вы пытаетесь решить. Это немножко другое. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!